Канад Базумбаев пообещал избавить Казахстан от топливной зависимости. Министр энергетики утверждает, что уже в этом году на 90% обеспечит страну отечественным бензином. Это будет возможно после завершения модернизации шимкенского НПЗ в середине года. Надо сказать, что обещание Базумбаева звучит достаточно амбициозно. Ведь еще осенью Казахстан испытал сильнейший топливный кризис. Илья Рыбин расскажет, каков план министра. Очередная коллегия с высокопоставленными чиновниками прошла сегодня в Астане. Весь месяц ведомства собираются в большом зале и в присутствии подчиненных и журналистов. Министры то ли отчитываются, то ли хвастаются своими достижениями. Не стал исключением и Канад Базумбаев. Из общего выступления стало понятно, что сотрудники Минэнерго и всей сферы не зря получают свои зарплаты. Нефть качают, продают, перерабатывают. Цена на нее растет. В общем, заживем, как в сказке. Средняя цена на нефть марки Brent в 2016 году составляла 45, в 2017 году 54 доллара США за баррель. Прогноз на 2018 год порядка 55-60 доллара США за баррель. Несмотря на скандал с дефицитом горючего, из-за которого Базумбаев едва не получил красную карточку от президента, а генеральный директор ПНПЗ отправился искать работу, ключевым событием 2017 года министр считает завершение модернизации Павлодарского и Атураусского заводов. Через полгода завершат и Шимкенский. После чего объем переработки нефти по планам увеличат на 1 миллион 100 тысяч тонн. И достигнет он 16 миллионов. Говорят, даже от импорта нас избавят. Обеспеченность внутреннего рынка отечественных ГСМ в целом погоды составит по бензину до 90%, по дизельному топливу 90%, авиакеросину 70% и по мазоту традиционно 100%. Но к бочке меда Базумбаев все-таки решил добавить ложку дегтя и рассказал, что с аппетитами страны гулять на широкую ногу нам недолго. Дефицит бензина может наступить уже в 20-21 годах. Нехватку дизеля ощутим в 2023 году, а авиакеросина в 2026. Поэтому сооружать четвертый нефтеперерабатывающий завод будут. Правда, сроки начала строительства обещают озвучить только летом. Илья Рыбин, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.